Ступайте, где я ступал. Нож у меня возьмите вместе с ножом. Смотрите, сколько грачей. Тьма. Идут и идут, дальше все летят и летят и летят. Вот мы сейчас на лагерном пруду. Это Сергей из Украины. Решил посмотреть, как мы тут, что делаем. И сегодня к Роману идти. Вон наш храм. Вот он, видать его. Видишь, какой он здесь. Теперь мы уходим. Это пруд рукотворный. Ладно. Мы идем капкан поставить. Сегодня попалась андатра. Это водяная американская крыса, как называют. Ну а нарата бобровая. Вот мы сейчас медленно идем. Пробираемся. Вот это он оторвал. Возьмите-ка. Она как раз нужна. О, это лог. Вот. Вот мы сейчас здесь пришли на плотину. Осторожно, не поскользнитесь. Я сейчас посмотрю, где показать. Это вот лагерь. Лагерная. Ну а дальше там. Домой по Теряевске. Вот тут стоит береза. Сухая. Там скотину уже выгнал Никита. Первый день пасет. Вон он идет. 14 сентября сегодня. Послезавтра у нас престольный праздник. 17-й год. Должен приехать архиерей. Московской патриархии. Метрополит Сергий Иванников. Вот мы идем. Я специально не стал разглаживать. Бульдозер здесь. Вот мы рубили. Вот она на стороне лебеда. Чтоб пройти можно было. Невозможно было пройти. Вот мы сейчас идем. Смотрим. Где есть. Нет еще норы. Ну как будто бы одну нору только нашли. И в ней вот выдра. Вот эта андатра. Большая. Как маленькая кошечка. Он дали шарику. Он ее захватил. Он сразу задушил. С одного хвата. Вот она как. Насколько вода поднялась. Прямо заметно. Мы там пойдем. Покажем. Что у нас есть. Вот нору обнаружили. Здесь было дерево. Упало поперек. Вот его сломило. Вот она где. А это вот нора. Нора большая. Где-то 30 сантиметров на 30. Ясно дело, что это не крысиная нора. Вот сейчас мы будем настраивать этот капкан. Как именно. Я попробую один. Получится или нет. Вот так только на меня держите. Чтоб видно было. На картинку. Ничего не надо. Просто подворачивайте. Специально доску взяли. Чтоб на доску капкан поставить. Маленько отступитесь. Не упадите. Не упадите. Вы упадете. Можно поднять. А аппарат уже не вернется к жизни. Все. Это точно. Он навсегда. Поэтому надо быть очень осторожным. Я вот сейчас попытаюсь. Мы вдвоем его, этот капкан ставили. Он необычный. Это мои перчатки такие. Инвалидные, можно сказать. Вот так. Тут надо быть очень осторожным. Скользит как. Нет, у меня не получится. Значит. Попробую я, да? Надо вдвоем. Сейчас мы выключим. Поставим. Все. Дайте-ка я выключу его. Аппарат. Телка гуляется. И за ней вот бычки. Пять бычков. Она ничего не сделает. У нее есть запах особый. Ну и потомство даст самый сильный, самый лучший. До крупного размера. Это молодняк. Это с тем, что смотреть лет 11-12 для людей. Вот она уже на нее были. У нее видите, как хвост отстал. Сегодня пасет Никита. Тот что-то один стоит. Не приняли его. Никита пасет. Обидно. Лагерь. Та овечки. Это Никита Колесников пасет. Он любит палку на шее держать. Это я повел сейчас на первый-второй мостик Сергея Игнатова. Показать ему все. Вот. Видишь он как погнало. Тут наши палки, жирни лежат. Вот приехал в гости с Украины Сергей Игоревич Игнатов. И вот на первый, второй, третий мостик, второй мостик или на шлюз, поехали, пошли мы смотреть. Ну, я не стал просить машину после дождя. Я на велосипеде доехал и попутно его снимаю. Вот он бежит. Вот рядом стада. Ну и как? Вот. Вот теперь мы вот смотрите, где подходим. Там вот на той стороне. Там видно овечки. Вот овечки пасутся. А дальше там должен пастул быть. Вон он. Это Никита Колесников. У меня руки трясутся, я плохо снимаю. Это лог. И мы уже фактически подошли к первому мостику. Вот он первый мостик. Вот он. Сейчас мы к нему подойдем, будем смотреть. Себя здесь представляет. Мы находимся на обратной стороне второго мостика. Это Сергей Игнатов. С Украины углидар собирает семена солодки. Семена. Видите как. Ну, вам хватит. Все, выходите. Не-не-не-не-не-не-не-не берите. Вот это семена. Солодки я возьму, а вы семена с семенами соединяйте. Вот оно как выглядит. Посадите. Ничего больше не надо. Польете. Она любит сырость. Полив. Вот он пока шли. Корень солодки набрал. Вот он лежит. И вот листики какие они. Сладкий корень сибирской солодки. Никогда в жизни у меня столько солодки не было. Так, я хочу посмотреть, что там оно за куча. Не хатка, не бобра. Я отсюда увидал. А там уже Никита пригнал коров. Это деревня. Какое озеро сотворили. Оно было намного меньше. Пожалуйста. Еще думаем шире сделать его. Еще богаче запустить рыбы. Разные. И окуня. Хотя это за пределами деревни. Запах такой душистый, хороший. Вы все тащите сюда. Ладно. Кто-то заходил сюда. Видно, что он, видишь, шагал. Но это маленькая охатка из травы. Это выдра. Ну, называем выдра. Андатра. Американская крыса. Водяная. Вот мы подошли. Вот он, Сергей, здесь ходит со мной. Вот приехал. Не посчитал за труд. И сколько может, работает. Нигде не отказывается. Он на деле увидел. А которые ничего не видели ни разу. Чего они языком-то говорят? Оно же ничего не подтверждается. Вот вы на него выйдете и скажите. Ты был тут? Человек что, зазомбировали его? Зазаранее. Это тот берег. Никитушка наш палку на шее носит. И вот эту... Заметил кучку. Мы сходили, посмотрели. Она из травы. А бобер из веток делает. Ну, наверное, из травы тоже. Ну, кто-то тут был уже. Выдор будет ловить. Мы сегодня поймали одну. Отдали собаке. Вот это пломба вторая. Это прорыв был воды. Видно, как вода текла. Ее видно. Представь. Свай просверливали это для свай. Обрабатывали обработкой. А потом возили на палатке. Вон оттуда, где сейчас солодку брали. Оттуда возили. Ну. Вертикально стоят. Ну да, можешь спуститься, посмотреть. Вот здесь направо. Своими глазами увидеть. Как? Как работать в деревне? А то без работы. В городе. Работы не могу найти. Вот оно. Посмотри. Сколько свай закрученных. Надо найти было сваев. Это сорное дерево. Клен. Видишь, как идет с поворотом. И дальше сено завезли. И в перемешку с глиной заманили. Это называется пломба у нас. Запор. Все. И точно так же она с поворотом была. С той стороны. С двух сторон пломбы ставится. Вот здесь уже вода не пройдет. То есть, по крайней мере, по сегодняшний день, где вот так мы делали, никогда не проходила вода. А тут несколько дней дождь шел. Мы сейчас идем. А под ногами-то, вон она какая, налипшая. Ну, пройдем. Сейчас пойдем на шлюз еще сходим. Здесь и бабы отверстия. Эти кусты на сухом были. Тут когда-то телефонная линия шла. Вон, видно даже, на бугру стоят эти столбушки остались. Видишь? Вон пасынок направо. Пасынок видишь? Да. Вон от столба, да. Вот Никита распустил коров. Где мы купались, там хорошо, никуда не уйдут. Хорошо пасти. Вот мы обратно идем. Он, Сергей, набрал с собой корни солодки, листья и семена. Там их дома вы... Сейчас их не надо выколачивать. Они дозреют, лопнут и вывалятся. А потом расковыряешь там. Это многолетнее растение. Очень многолетнее. Бесконечное многолетнее. Легко дает отростки. Вот мы прошли. И вот самый большой прорыв. Вот где был. Вот сколько здесь свай. На две стороны только вот здесь 160 свай. Это надо найти, чтобы более-менее прямое дерево было. И вот, видишь, как запломбировали. И чтобы она может прогрызть его с этой стороны. Ну, конечно, может. Но она, видно, последнее где. И это все вручную. Вот, вниз показываем. Вот кусты эти. Резать на черенки придется весною. И везде втыкать с двух сторон, чтобы они дали корни, укрепили плотину. Ну, первый год самый опасный. Потому что вода будет, если высоко подмывать, вот, она в жижу превратится всю. Вот, все. Как это начинало? Я, когда был маленьким, ну, лет 10 было мне, приехал в деревню к своему отцу. Село Зверево, Донковский район, Липецкая область. Мы оттуда родом. Это уже потом мой дед Донбасс переехал. Так вот, мне там интересно было проводить время с дядей Ваней. Это был пастух. Муж троюродной сестры моей матери. И когда у меня спросили, кем я хочу быть, когда вырасту, я сказал, я хочу быть пастухом. Ну, почему-то мой ответ не понравился ни моему отцу, ни матери. Вот. Ну, пришлось стать юристом. Ну, мне понравилась природа. Понравилось на коне кататься, пасти коров. Я там научился верхом сидеть. То есть сельская жизнь, она много человеку дает. Не случайно в памяти это осталось у меня. Ну, вот побыли, вы посмотрели первый-второй мостик. Вот это соединительный канал, который снег копали. Вот я показываю второй мостик, и оттуда идет вода. Вот она доходит по траншеи, по этой, как лог. Вот она где ее видно. Ну, на моей памяти в нашей местности не помнятся у меня такие случаи, чтобы люди коллективно вот так занимались мелиоративными работами. Без помощи государства, без ничего, своими силами. Мы все таки надеемся на то, что наша областная администрация технику пришлет, средства выделит. Подряд на организации найдутся, которые все это будут делать. А тут своими руками все делается. Бесплатно. Бесплатно. Поэтому я и приехал сюда, чтобы, знаешь, мой труд какой-то, хоть и маленький, но тоже будет какой-то капелькой в этом общем деле. Вот нынче только бульдозеристу, начальству его, я отдал 153 тысячи. А в бюджете сельсовета ни рубля, говорит, нет. Еще бы мы ждали. Дальше-то еще 70 тысяч, 70, даже 80 тысяч за песок, за гравий отдали. Добавляй сюда уже 200, куда поехало. Притом вот в прошлом году, позапрошлом, я больше миллионов грохал сюда. И ни рубля деревенских нету. Просто находятся люди у Бога. И Господь помогает. Слава Богу за все. Да. Вот Никита идет. Что-то я его не вижу, где он идет. А вот он, вон он. Да я вижу, на экране не вижу. Идет на экране видно его. Ну теперь-то я вижу. Видишь, как он идет. Коровы здесь, овечки подходят, пьют. В деревне жить хорошо. Никита, ты не трогай, обойди сюда. Пускай пасутся. Иди к нам. Помолимся вместе. Вот в деревне, как жить хорошо. Вот мы пришли посмотреть. Сергею я все показал. Он набрал солодки. Ну это семена. Там мы положили на дорожке поедем. Семена. Они уже... Листва опала. А новые, которые корешки прорастают, дали зеленые листва. Не видел, как она выглядит. Попробуй посадить у себя около водоема и в огороде. Вырастет. Там она очень непривередливая. Дело в том, что нет у нас там такой растительности. Примется ли? Были бы рядом. Тут можно корешки, как хрен. А хрен есть? Хрен есть. До этого хрена до хрена. Ну да. Мы тут поставили ролик. Самый хреновый огород у Павла. Все заросшее. Хреном. Ну ладно, давайте помолимся. Сильно хорошо здесь. Уходить неохота. Господи Божий наш, на Восток повернитесь. Слава тебе за великую милость твою. За это место, дарованное нам. Ты вначале сделал его безлюдным. И потом позволил нам здесь быть, прославлять твое имя. Быть единым духом. Хвала тебе. Господи, сохрани весной эти пруды, что мы делали. Воля твоя святая да будет над нами. Пошли добрую рыбу, как ученикам своим. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Кругом трава невысокая, а тут высокая растет. Как будто челка на голове у человека. И ровно все, нет кочек. Вот среди ровной степи, вот это вот ковыль Типчак. И почему он здесь? Вот нигде больше нету, как вот только в одном месте. Вот, это или нора есть, или близко вода грунтовая. А это Никитов был сейчас тут. Вот он пастет овечек, коров. Коровы, они подвигаются к логу. Вот так летом тут ляжешь. Не слышно, поближе подойди. Вот так летом тут спрячется в траве и не видно тебя. Ну вот такое дело. Ну если тут прятаться, тут не годится. Тут сразу заметят трава. Надо в таком месте, которое ровно. Там подзарылся травой, прикрылся и все. Это мы сейчас подходим уже вплотную к первому мостику. Вот ты ходил здесь. Вот это на первый мостик дорога идет со шлюзов. И вторая поворачивает на второй мостик. Своими глазами все видел. Сколько дней уже находишься? Наверное, дня три? Три дня. С 10-го числа. Сегодня 14-е. Ну вот. Если где-то спросят, уже можешь сказать. Прошел все как путешественник, как турист. Мне теперь и туризмом не хочется заниматься. Потому что пользы-то никакой я не делаю. Ни себе, ни людям. А тут, когда находишься, труд вкладываешь свой. И чувствуешь моральное удовлетворение. А не просто так посмотрел природу, побездельничал. И вернулся обратно, потратив деньги. Да. Вот сейчас на первый мостик пойдем. Там будет видно. На второй мостик. На второй мостик. На второй мостик.